Фёрст, рассказывай, как там работает Good Game. Можно там полскрин смотреть. Песня про Twitch. Ты здесь, чувствую я тебя. Ребят, мы с вами. Мы мысленно с вами. Мы мысленно с вами. Вы с нами, да? Давайте начнём новую игру. Как только заработает всё нормально, я поменяю игру на Twitch. Пока что, ну, кутки им только. Чат что-то не хочет работать. Вот. Гои сериалы смотреть. Я же рофлю. В смысле? Гои сериалы смотреть. У меня есть кинчика какой-то на копе. Так, ладно. Новая игра. Хотите? Ой, всё. Ой, нет. Это что-то какой-то мемчик новый, да? Ой, нет. Ой, нет. Да, хочу начать новую игру. Тем более, что сохранений нет. Ох, как его он херачит. Если достаточно громко, я могу сделать потише. Можно не только сериалы, но можно кинчик. Мы смотрели как-то охотников за привидениями. Секунду. Чуть-чуть потише. Чуть-чуть потише сделал. Вот прям чуть-чуть. Дэшечку. Мы смотрели охотников за привидениями, помню, первого, второго. И... Мумию я крутил. Гуд гейм такой вот. Культурный шок. Паде дергаться туда-сюда, дергунчик. Когда нам дадут новое дело, Сэн? Разве местные преступники еще не соскучились по нашему замечательному дуэту вершителей правосудия? Терпение проглотить нелегко, дружок. Ладно, в этот раз не кричи. Уп! А! Я возьму, я возьму! Алло! Оставьте швейцарский сыр у красиной норы, или никогда больше ваш драгоценный телефон живым не увидите. Святая Троица в палате для буйных. Какой-то бессовестный преступник украл наш телефон. Бессовестный па? Ладно, я ведь только что ходил покупать сыр. Откуда они узнали? Не забудьте, только швейцар и побыстрее! По-моему, это Барунов. Я не мечтаю прибегнуть к пыткам. Но должен признать, что я почти очарован сочинением этого скользкого гада. Куда ты дел сыр, Мак? Боже, это было два часа назад. Ты же знаешь, у меня память о посушанной бабле. С несчастью знаю. Ну, наверное, он где-то в комнате. Где тут менюшка? Будь так любезно, сделайте мне... Вот так. Музыка чуть потише, а то что-то, короче, не слышно. Ни хера чего не говорят. Да? Не слышно? Не оставляет нам ныне сообщение. Хорошая... Была хорошая концовка? Нет. Это была не совсем. Хотя... Ну, я что-то гуглил, вроде там несколько было концовок. Ну, я не совсем понял, что там нужно было для них делать. Ну, короче... Я не уникал. Не оставляет нам нынче сообщение. Поменялось, что ли, над вещью? Ни хера себе. Когда-нибудь мы доиграем партию. Все, забываю забрать остальные дротики из полиции. Стэп-моушен такой. Слушай, Макс, ну-ка отойди. Эй, Макс. Что у вас дела? Идем работать. Идем работать. Согласен, как никогда. Мусорное ведро. Толку нет. В смысле толку нет. Возьми тогда перчатку. Это может оказаться на руку. Не делай так больше. Кюбер-кубы водички, а, Макс? Я учу его добывать воду самостоятельно. Я смотрю, он в этом преуспел. Коробка с пончиками. Прошлогодние пончики. Не выбрасывай. Мне они нужны в научных целях. В смысле? Это точно, дружок. Думаешь, убегут? Нет? Давай, признавайся, кто ты. Будь ты проклят, Твич. Сколько ее ты квитанции за свет? Алип за 20, целый шкаф набирается. Ах да, припоминаю это дело. На редкость было мрачное. Ужасвучка любительская. Когда я достал ее, то думал, какая полезная вещь. А куда бы мы еще прикалывали ненужные бумаги? саббит по моему тети над и не до ножки мелкие старина шар для гигельвана кто еще но это эти как их насколько я помню который гриффин озвучивали первые сезоны надо будет на днях застраховать руку знаменитого джесси джеймса я забыл кто такой джесси джеймс это убийца по моему дверь чулана хера тут сыра как я насколько помню а как когда же как как меню кого корочка пистолет ну делаем швейцарский сыр сомневает первый сезон гриффинов озвучил русабит серьезно или ты имеешь ввиду самым адрес невооруженным глаз не говори вуаля да конечно макс я вам гриффинус такой озвучка смотрел на члены сэма и макс желает получить назад свой телефон и если не возражаете вынужден к сожалению сообщить вам что ситуация изменилась и данный момент я не могу удовлетворить ваш запрос список дополнительных требований по возврату телефона таков доходился так теперь давай спокойно все обсудим давай снимем серого годовку и посмотрим вдруг телефон там следы клуба мы пошли навстречу твоему вкусу любой порядочный грызун давно бы нам уступил и отдал телефон дом бандитской рожи ты посмотри на него выплюнь телефона мы тебя отпустим ну лежит черту с 2 минтера вы партнера 8 послушай я хотел бы помочь тебе но моего партнера головой непорядок как бы он тебя не стал пытать каким-нибудь мрачным способом думаешь сейчас возьму то сверну твою поганую серую шею ты считаешь я и даже не знаешь где были его руки и когда я последний раз мыл их а мне что я вообще крыса понял и собака меня твоего партнера башка трещит ты у меня кафель лизать будешь давай телефон и сейчас у меня кафель в сортире лизать будешь ну да ну да лизали и похуже например лучше бы тебе не знать ну я пошел лизали похуже может поставить тебе музыку например черный код ну такой не лыком шит я тебя посажу это ведь я тебя и в шкафу могу запереть и что трех отдельных ящиках тоска зеленая ну я пошел м да я ему сейчас черепушку встрою да поищу там совесть ну да ну да трепещу как листок любители помоги нам помочь тебе джимми а это еще какого черта значит не знаю по телевизору так говорят звучит красиво голова кружится говоришь может дать тебе аспирин вообще в целом тебе удобно пить хочешь цвет не мешает мило с твоей стороны говоря откровенно меня не придет стоять на такой высоте у меня высотой не очень понял нервы сразу ах вот сложный гудгейм высоты боишься да а хочешь я тебя возьму за грязную шкуру и за окном подержу и не посмеешь почки мои дрожащие скользкие пальчики знаменитый на весь мир это верно ты бы видел как он завязывает галстуки ладно ладно имейте сон допиши просто как удачно он зазвони магма милосердная под сиротским приютом мы уезжаем магма милосердная под сиротским приютом а где крыша допустил я а кто звонил продавец из магазина макс многочисленное сообщение это я кто я моя любимая деятельность дуралей нужно немедленно спуститься в магазин так я шарта взял багдемагус отлично как нам это поможет выяснить кто ты мы тебя знаем бой да привет мистер лобзик как там дела как погодка хочу может попить гранта моих я еще раз повторяю если у вас твич не работает good game функционирует если что блин потопали потопали тут же можно это у и делать да 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 у и заразной к это норма что стрим не идет скажи-ка уличный мальчишка в стороне это один из знаменитых коротыш он снимал достаточно верный отлично без сарказма у чередача называется три шипучки и 70 это не старая зайка о-о-о-о-о-о-о-о-о ничезавоте наши стену портит твич заработал о боже о боже твич ты что заработал подожди твич-твич что ты делаешь модул перестань не пугай людей как ты это сделал модул ты что творишь модул мне сообщение отправляется через бота ребят короче хз попробуйте может работает да ты был одно время очень знаменитым подросткам недороском я и сейчас знаменит ты уверен да уж примерно в миллион с половиной раз знаменитей тебя ну у нас больше знают среди бандитов рецидивистов возрастом 16 до 34 скажи не дошли ты моему дружку авто они дергаются и все перегасывают а есть ну простите я не способен отплечься все должно быть идеально а что у тебя за коронная фраза была в передаче что-то типа я из-за тебя нагадил или как-то ты мне все перегадил за что тебе большое спасибо ну что знайка что поделываешь теперь есть что работает то не работает в жизни просветления и имя ему брэйди культура он гений автор фитнес программы глазастика обязательно посмотрите ее на видео глазастика название как у настольной игры глазастика это главная фитнес программа способная открыть нам глаза сегодня же посмотрите камеру металл серже вижу на твиче как включить стрим play на плеере глазастика название как у настольный глазастика смотрите кассету а где эту кассету можно найти их раздают в магазине борко обязательно возьмите одну что такое twitch заработал и нет 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 не для этой игры звуковой команды в артем пришел предперсон а звучит крайне интересно но хватит об этом глазастики брэйди культуры мы родной как это ничего показывали в драке звезд я был на мили я тогда крепко подсел на нюхань и не там твич заработал вовремя под прям под начало игру ли до начала игры го зажигалки нюхать до очень мило твоя картина покажи мне еще об этой ветви современного уличного на чего условлен твой выбор чем да он похож на яйцо это брэйди культура он смайл себе такой замутить фитнес-программа блять глаза звучит как ты живешь ради общества или творишь чтобы жить я не знаю что делаю и зачем просто я должен рисовать а где ты учился ты где-нибудь учился на художника нет просто встал однажды утром и решил начать рисовать сегодня утром кстати ты знаешь что вандализм это противозаконно и еще хуже не оригинально мы вандалистов наказываем всех кроме нас конечно какой же это вандализм все любят брэйди культуру да кто это ты все перегадил а что украска по задумке должна вот так и плаваться так он что он не где ну что издеваешься над маленькими друг мой не смей понял уважил плечо ужил оферс остался на губьями это как живопись или критика на живопись или реклама я не а тебя она важно ты прав дружок увидимся позже что предоставим тебя себе на следующем чтобы нарисовал меня и у меня есть фото с такими кроликом маска у нас помнишь программы этих трех шипучек не будут ли сегодня показывать в каком-то нудным биографическом шоу а точно по 173 каналу юная знаменитость его у нас принимает только при хорошей фазе луны боско давайте в боско зайдем узнаем что у него случилось не страшитесь простые граждане вольная полиция восстановит мир причем на филиппина вы звонили тут еще только двое а где 15 делаешь как где нас я спрашиваю где нас есть прожила подожди боско в чем проблема вот террорист карлик террорист все за карлик террорист но где этот лилипут агитатор еще один из трех шипучек это не тот ли как его у которого этот мочевой пузырь того точно тюрьму спокойствие одному из нас нужно принять полкило фанова его транквилизатора и расслабиться это такой серый а в чем заключается вредительская деятельность кассета значит какой нормальный белый человек выросли цветок волосы отчего вы карлику мастодонты семидесятых вдруг понадобилось выгружать у тебя видео узнать и сам подумай ну кто станет по своей воле носить в магазин кассеты делю пахнет как и заговор пахнет это просто вам той горячей колбасной потянула заговоре чуваки может сталкивался gta-4 запуская она только черный кран грузит и все и уж три репак поставил одно и то же черный кран а какая у вас винда потому что gta-4 по моему на какой-то винде не работает например на семерке для восьмерки и для десятки ну какой то не работает поставь совместимость поставки видео заговор какие же злобные враги чтобы завалить тебя нежеланными кафе золотых сеансы мама моя блоки блошиный заговор драйвер обнови что ли я не знаю а ты видел всю эту глазастику собственными не было ли еще каких-то гнусных проявлений терроризм значит насильственный носильщик кассеты серийный ходильщик так значит это клейка просто-напросто доставляет видеозапись нет он еще злоупотребляет моим туалетным господинством и все и он ничего не украл или на худой конец не пытался убить тебя и расчленить тупым ножом и видеть у меня здесь баран единственная технически превзойденная охрана бариан что это это вроде такой модный как и аббревиатура конечно боскотехнический автоматический радар обнаружение нарушителей боскотехнический но как это твоя прекрасная система обороны не смогла остановить даже этого не до мерка снега я ее так делал чтобы отсюда ничего не таскали а не сюда ах да редкий случай магазинной антикражи пополнение магазинной собственности пополнение магазинной собственности хорошо звучит повтори что делает это б а ранее хренатень боскотехнический автоматический радар обнаружение нарушителей а ты укради что-то и узнай чуть не хочу кажется ясно вроде все понятно хорошо что еще мой дорогой мы хотели бы облагодетельствовать ваше чудное заведение облагодетельствовать это в смысле купить кое-что это не в смысле что мы издеваемся то есть мы иногда издеваемся но он имел ввиду другое я знаю что он имел ввиду прекратить издеваться и что вы хотите а что у тебя есть а что у тебя есть ну еще не кончилось распорядажа сыра о да да сыр мне сыра а еще мне кое-что интересное есть под прилавком так а что у тебя там под прилавком принимаю твой прозрачный намек и хочу узнать что под прилавком такая щитучка я ее называю слезоточивый гранатом чего блять слезоточивый гранатомет о да вот это я хочу по-настоящему последняя боскотехническая инновация положить целый вагон злых студентов за секунду гарантирую маме студентов ну как ты сейчас близок в смысле в смысле студентов нас интересует слезоточивый гранатомет 10 тысяч долларов все блять 10 тысяч баксов да нам придется миллион штрафов выписать или один но очень большой то есть бизнесмены преступники на дорогах поедем туда где богатые преступники наслаждаются своим нечисто нажитым капиталом после ларька с мороженым можно поймать какую-нибудь колымагу и ударить ее водителя по самому больному месту прямо по карману не думал что ты клонишь к этому но так тоже неплохо мы возьмем вон тот сыр который лежит на столике и все его трогают руками у меня туда сканер не достает перенеси его сюда на кассу а я перебил нам тут что самим все делать нужно а есть у тебя хомяки на палочке нет а есть у тебя двуручные мечи нет а есть у тебя овощи в форме головы мичурина нет а есть у тебя леденцы в форме розовых купиджей нет даже не дослужил, сука а есть у тебя диссиденты и иммигранты нет а есть у тебя оружие массового уничтожить а ты здесь вращивать а есть у тебя ммм у меня идеи закончились так всегда можно начать заново Май, это идея. А есть у тебя хомяки на палочке? Ну шо? Ну шо? Спасибо, Металл Серж, за 11 месяцев подряд. Спасибо большое, что с нами. А почему уровень 1? В каком смысле? Что ты имеешь ввиду? Ты за 10 долларов, чтобы подписался? Или что? Не знаю, пишет Тер 1. Спасибо. Спасибо большое. А есть у тебя двуручные мячи? Нет. Ну тогда ничего не нужно. Пока ничего не нужно. Хорошо. Хорошо тут у тебя. Что здесь хорошего? Классное название. Недовольственный магазин Боск. Классное название. Это верно. Здесь так недовольственно. Спасибо, что дараимся. Как ты вообще из той клетки вылез? Это дело мое о вас не касается. А что это за строго режимные элементы? Тебе меня грабили, сколько меня. Тебе тоже такие завел. Вообще меня никогда не грабили. Хотя с другой стороны, я всегда сам тыкаю всем в лицо огромной пушкой. Да смешил, дружок. О чем мы там говорили? Поболтаем позже, Боска. А сейчас пора заняться этим недоростком злодеем. Задержите этого смущащего, пока у нас не убил. Убил? Горячая колбасня? Хот вини? Горячая колбасня. Смотри, Сэм, большая горячая колбасня жрет маленькую. У меня от этого колбасного каннибализма желудок сворачивается. Уи! Уи! Бесплатные кассеты? Позволь-ка мне. Глазастика Брэдди Культуры. Революционная глазометрическая фитнес-программа. Легот на кассе. И чего тут революционного? Смотрите сквозь стены и одежду, моргайте со скоростью звука, сбросьте 5 килограммов глазного жира. Так здорово, а то вечно лишние 5 килограммов остается. Что скажешь, не начнет ли нам киновечер сегодня немного раньше? Я принесу сахарные бревна в шоколадной глазури. Лау. 5 килограмм лишнего глазного жира? Боск ассоциируется с боссманом? А что тебе не нравится? Чипсы курица. Это не курица, это детка. Кетчуп, горчица и... хрен с ней. Действительно. Как туманно выражаются по телевизору. Слушай, Макс. Не стану я туда лезть. А то меня тогда неделями рыбой воняло. Холодные консервированные жидкости. Интересно, боско принял и мой образец жидкости? Надеюсь, нет. Да вернись ты, пёс. Да ну стой. Ты, Лейка. Лейка. Привет, мистер Лейка. Зачем формальности? Друзья зовут меня просто... Лейка. Да и враги-то уже. И незнакомые люди вроде вас. Все зовут меня просто Лейка. Что за игра слов сложно? Да что-то, Леонид, сегодня все сложно. Прям вообще не могу. Надо было спросить, а у тебя есть PS5? В 2019-м будет. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А что за тип вообще этот Брэдди Культура? Он что, использует стероиды для роста волос? Брэдди Культура гений, а его глазастика воздаяние всему человечеству. Ууу, воздаяние, почему это слово так редко употребляют? А вы знаете, что в 1970 году он вел передачу Дом Культуры? Да, целый конкурс юных дарований собрался. А что ты можешь рассказать нам о глазастике? Глазастика! Революционный комплекс глазометрических упражнений, укрепляющих мышцы глаза. С ней можно двигать глазами без меры, видеть сквозь стены и даже сквозь одежда. А если я скажу без одежды, обязательно посмотрите кассетку. Она изменила мой мир. Нормально, нормально. Такие вещи, по-моему, знаменитости обычно рекомендуют. А я тебе что, хрен моржовый? Хрен моржовый? Боско, что в самом деле заказал такую гору кассет? А куда я знаю? Кстати, я говорил, что они бесплатные. Значит, ты доставляешь их, даже если никто не заказывал. Я несу слова. Глазастика, ключ к просветлению и хорошей форме глаз. Очень мило. Что? Все. Содержитель закона. Я осведомлен, что нарушаешь законодательство. Ладно, вам, ребята, подарки делать не запрещено. Действительно. Незаконные поставки видео караются по статье 9, пункт 7, под пункт 11 Уголовного кодекса общественных прав человека. Ты сам это выдумал. Верно. Зато он еще попадает подсторжение, нелегальный сброс мусора и нарушение общественного порядка. Я должен доставлять кассеты. Вот это отморозок. Ну что, можно арестовывать? Еще минутку, дружок. Ты арестован. Руки за голову. Ты арестован. Ой, да ладно, мы в свободной стране. Ой, 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 что он тебе такое сказал? Этот парень страдает от целого ряда заблуждений. Серьезно ты арестовала? А теперь серьезно. Ты арестован. Перестаньте, не стоит раздувать из этого уголовное дело. Нет, не стоит, но хочется. Действительно. Серьезно. Жена моего брата ходила к зубному, которому нравилась твоя передача. О, да. Зубные врачи нас всегда любили. Тск. Интересно, почему же? Детишки, пейте колу, как три шипучки, и ваши родители столько денег ухлопают на ваши зубы, что не хватит на взятку в колледж. Макс, твой раскованный цинизм это как глоток свежего дыхания в забитом вагоне метро. Сильно. Сильно. А в жизни ты похож на свой сценический образ? Ага, тебе тоже надо каждые пять минут бегать на толчок. Иногда каждые три. Это вроде как суперумения. Ты бы к врачу сходил, что ли? Не знаю, бегаешь часто. Не дошли автограф моему другу Максу. Напиши, скажем, дорогой Макс, спасибо, что тогда в Стан Рэмот и спас мне жизнь. Да нет у меня времени. Еще много кассет нужно доставить. Нет времени. А перерывы на туалет. Хе-хе-хе-хе. Это да. Но я в туалете больше автографу не даю. Один раз случилось ужасное. Расскажи. Мы все хотим знать. По-моему, я тебя видел недавно в рекламе по телевизору. Точно. Что там было? Слабительные, подгузники, проблемы с эрекцией. Все три. Не хотел бы в такой рекламе оказаться. А не споешь ли нам песню из вашего старого шоу? Да, главную тему. Как ее там? Она называлась «Не придурки соплети». Но петь я не могу. Я объясняю. Давай же, спой нам песню про трех шипучек. Нет, не буду. Ну как тебя заставить ее спеть? Хочешь, мы с тобой подружимся? Отчет, нет! Ты точно не хочешь спеть нам песню про трех шипучек? Поешь, я тебя ногу не отгрызу. Отчет, нет! Ну давай же, спой песню про трех шипучек. Прошу, покорно. Отчет, нет! Ну давай же, спой песню про трех шипучек. Прошу, не покорно. Отчет, нет! Ну давай же, спой песню про трех шипучек. Обещаю не подпевать. А чёрт, нет! Ну давай, же спой песню про трёх шипучек. А чёрт, нет! Ну давай, же спой песню про трёх шипучек. Ну, ладно. Выпьем коды поскорей-ка, Носчикой тут пузырьки. На колейка и глазейка, Все умны, быстрые ловки. На колейка и глазейка, Не тупые сопляки, Не придурки сопляки. У меня внутри всё трясётся. Знакомый мотив был. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы гавайские-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. По-моему, это из Врунгеля было, да? А спой ещё разок. А спой ещё раз. Да, сука, слышь. А спой ещё раз. Толку хорош тебе. А спой ещё раз. Я жду ебузь. А спой ещё раз. Нет. И пошёл ты. Очень мило. Ну, очень мило. Что? Ну, что? Прости, но нас ждут покупки. Не забудьте прихватить кассету глазастики. Она изменит вашу жизнь. Спасибо, уже взяли. Общественные туалеты. Нечистые храмы, антифанитарии. Я бы не пошёл туда за весь чай. Чай на пауне. Я схожу. Локс оф террор. Ой-ой-ой. Пора по-маленькому. Кажется, ты открыл его краны. Надеюсь, ему это понравилось не меньше, чем мне. Ящик, в котором боски приносят террор. Предоставлю тебе твоим покупкам. Да, долго ж вон ходить. Может, можно что-то сделать. Кусок сыра. Так, по нему акция. А у нас опасный низкий запас. Подожди. Стой. Так, стой, стой, стой. Давай сначала. Сейчас. Я выйду. Чего? Чего? Что видел? Ах, внимание покупателей бесплатного щира не обьевает. Сюда? Ты умер? Пока рано судить. Хе-хе-хе-хе. Дикитой украдет в бочку. Честно. Ну, невыносимо болезненная ошибка. Короче. План. Гениальный план. Созрел в моей голове. О, класс. Ой-ой-ой. Пора по-маленькому. Подставим его. Сыр же пищит. Правильно? А он высот... Если по-настоящему любишь кого-то, подари ему сыр. Я хочу видеть его лицо, когда он получит подарок. Что за... Пора по-маленькому. Ай! Весь пасшиний! Со стороны наблюдать за этим куда веселее. А мне и так, и так нравится. О, да он намочил штанишки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Классика. Просто классика. В смысле, стоп. Мой зловещий план под угрозой. Хорошо, что на меня работает еще два недоноска. Ха-ха-ха-ха. Нет, не выходит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да ведь что, оставите его там лежать? А-а-а-а... Тут, наверное, вверх хоть знает. Слышь, это... Ногой воприлки. Пни его ногой. Не хочется его будет. Ну и пусть тогда лежит. Ха-ха-ха-ха. Первый раз такого не делал. А я даже эту корзинку-то не тыкнул. Так, что тут... Значит, я все правильно понимаю. Мне нужно всех вырубить. Вспоминаю молодость. Сука. Это лучший комментарий. Вспоминаю молодость. Сука. Вспоминаю молодость. Чё это такое? Автобаз с жвачками? Кажется, в этом месяце у него там жареные бобы. А они там не испортятся. А то. Газеты лото. Пишут. Ученые вывели восьминогую лошадь. Она бегает вдвое быстрее? Нет. Только жрет вдвое больше. Пишут, что борься за клонирование себя клонировали, чтобы получить больше царапин. Паранчо какая-то. Пишут, что мода в этом году уже не та, что в прошлом. А я до сих пор ношу тот же самый мозг. Ты-то вряд ли, хотя многие и так. Мода в этом году уже не та, что была в прошлом. Сильно. Трагедия, алчность, жестокость, спортивный обзор. О, да, я обожаю эту песню. О, блядь. Не думаю, что мне охота знакомиться с мировыми новостями ещё ближе. Не думаю, что мне охота знакомиться с мировыми новостями ещё ближе. Плохие новости. Худшие новости. Это были плохие, подожди. Вам, кстати, мышку видно? Или что? Видно вам мышку? Я в раз, не знаю. А, да, вижу, вроде, вроде вижу. Когда жить до конца игры, я абсолютно без понятия. Не думаю, что мне охота знакомиться с мировыми новостями ещё ближе. Ммм. О, Сибил. Сибил, Сибил, Сибаус. Стой, подожди, чё? Шутки были сложные, но я роднул. Здорово. Добро пожаловать. А ведь вам не помешало бы в терапии. Не в исполнении такого ярмарочного уро... Эй, да это один из трёх шипучек. Я? Ага, как тебе? Эээ... Глазейка. Не имею понятия о чём вы. Я Сибил Пандемик. Дипломированный психотерапевт. А ты в курсе? А ты уверен, что тебя зовут Сибил, а не Глазейка? Абсолютно уверен. Сибил Пандемик дипломированный терапевт. Это я. Он вводит на зону, Сэм. Доставай пушку. А кто... Насилие, не решение проблем. Таких это пор. Сэм, перед нами опасный помешанный психопат. Очевидно. Ему кто-то ещё яичко, по-моему, оттянул очень сильно, потому что... Ой-ой-ой-ой. Сибил вообще-то женское имя, разве не так? Трудно тебя в школе приходилось, наверное. А почему вы думаете, я стал дипломированным терапевтом? Резонно. Блин, Миша. А такой винты есть у вас? А можно взглянуть на твой паспорт или удостоверение? Сибил. Мой диплом психотерапевта висит вон там на стене. А как насчет бумажки с твоей рожей, ты явный ты психопат. Я её там нарисую, если вам так будет легче. Странно, но я так не думаю. Ты страшно похож на глазейку из старой передачи «Три шипучки». Да, мне часто так говорят. Но я Сибил Пандемик, дипломированный психотерапевт. Точно. Ты заедрил уже. Про психоанализируй меня. Как насчет небольшого анализа? Разумеется. Скажите, что вас беспокоит? Склонность к насилию. Как-то я чересчур спокоен стал. Что же, тогда попробуйте глазастику Брэдли Культуры. Рыки в ногах прибавится. И в глазах тоже. Глазастику? Да, а над моими опухшими и вытраченными глазами стоило бы поработать. Не пожалеете. Уже знаем, что такое Брэдли Культура. Какой ашот? У нас нет ашота. У нас есть анзор. Грозастика? А что такое вообще грозастика? Она называется Глазастика. Это система упражнений для глаз. И по отжиманиям на глазных яблоках. Посмотрите кассету, узнаете. И где можно достать эту сумасбродную видеозапись? У меня все закончились, но у Боска наверняка остался грузовик другой. Довольно. Извини, мы на минутку, хорошо? Конечно. Слава богу. Я столько просидела под замком в этом чулане, что начала уже гадать. На моле? Мне нужно присесть. О, господи. Он еще здесь. Вызовите полицию. Вам повезло, мэм. Я Сэм. Это Макс. Мы вольная полиция. Сибил Пандемик. Дипломированный терапевт. Арестуйте этого психа немедленно. Что это было? Да. Буду весь сезон проходить. Привет, мистер Пинга. Но он мой друг. Твой друг? Этот детский социопат-переросток? О, простите. Я думал, вы про этого социопата-переростка. Я думал, психотерапевты не употребляют слово псих. Серьезно? Это что, записано в уставе? В уставе психотерапевтов или в уставе психов? А есть разница? Обвинение? Злом. Похищение. Кража личности. Хорошее обвинение. Мои любимые. А как насчет злостного цинизма? Он запер меня в чулане и притворялся, что он это я. Ничего себе, Шеньки. Зачем? Подобные случаи обычно сложны и запутаны. Здесь могут быть замешаны, подавлены чувства, неадекватные трансференции, нежеланного ипохондрического фрейдизма. Чего-чего? Придурок, потому что... Хотя, честно говоря, вот я сейчас смотрю на него, кажется, он под гипнозом. Медуза всемогущая на горячей дороге в ад. Это гипноз. Да, я так и сказала. Медуза горячая. Почему? По дороге в ад. О, эти фразы. Откуда ты знаешь? На вид он нормален, полон жизни. Я же дипломированный психотерапевт. Я смотрю профессиональным глазом. Подолжи нам свой глаз, мы потом вернем. И что мы можем предпринять? Включить ему спокойную музыку или может устроить хирургическое вмешательство? Шокотерапия? Шокотерапия! Как правило, для выхода из гипнотического транса нужно настроить объект на восприятие. Прости, я не говорю по-психотерапевтски. Чтобы его вытащить оттуда, его нужно вырубить. А, это колехо. Вырубить, вот это по-нашему. Вырубите его. Я вам продемонстрирую. Сказано сделано. У нас есть... Дай ему в нос. Я все вижу. Оу, куда он исчез? А, вот он. Вы напали на дипломированного психотерапевта. Как вы могли. Сдается мне обычный ряд. Бежать некуда. Мерзавец. Я все вижу. Прошу вас, гово... Ууууи! как вы могли сдается мне обычный ряд какой-то быстро было замедлить чечела мертвая такая пародия на живое и наоборот ты так неизмеримо хорошая в чем мы пойдем посмотрим кассету я чувствую надо прокатиться с ветерком что вы ящик играется с почта это преступление за него полагается штраф и тюрьма нам от рассказали после одного случая пожарным флангом как 2 вырубить говорят что графики поэзия нашего телефона выделять неудобно именно это это да 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 заглянем боскова весел я не думаю что эта вещь заинтересует глаз на фитнес как же видик ну что макс готов к просмотру этой глаза как ее стой а как же попкорн зубы крокодила милосердного формальдегиде чуть не начали быстрее пока не пропустили все меня зовут брэдди культура возможно вы помните меня по передаче дом культуры которая пережила 6 выпусков и стала всемирным телехитом семидесятых то что вы сейчас увидите навсегда изменит вашу жизнь так что смотрите внимательно а теперь слушайте неотесанные фрисеи вы любите меня вы обожаете меня вы хотите завести детей от меня я люблю тебя я обожаю тебя я хочу завести детей от тебя смотри сам глаз ты мой вот тебе и глазная гимнастика она загипнотизировала джимми два зуба а мне он таким даже больше нравится нужно найти этого брэди культуру и остановить его пока он не загипнотизировал всех любителей дешевых обучающих видеокосет можно когда мы засунчим я заберу его волосы если обещаешь запирать их на ночь крыша эй недоноски мелкие все ушел с концами ладно кассету посмотрели конечно вот это вот я хочу детей от тебя вот это вообще просто что и я месяц ничего не установлен я буду проходить дальше поем погоняем мы ловить преступников богатых поехали ловить нарушителей макс ух ты уже сказал что надо кого-то на дороге поймать так и тем не помню говорил ли я но я случайно открыл педаль форма не кажется не говорит придется злость потормозить от другие машины уже подумал об этом дрожок так как ты гоняешь подержи руль дружат это ваше первое и последнее предупреждение остановка или жизнь здравствуйте мы вольная полиция а вы нет следовательно все решаем здесь вы меня зачем остановить невообразимое если верить нашему самодельному радару вы только что превысили скорость света это невозможно физически может вам продемонстрировать что возможно физически ну с учетом того что вы не совершали преступление в котором обвиняетесь думаю на этот раз мы у вас отпустим но с предупреждением что-то никто сегодня закон не нарушает я вижу бандита фуловер Остановитесь, иначе нам придётся уничтожить машину и водителя. Там есть всё. Здравствуйте, незнакомый водитель. Если хотите дать нам взятку, сейчас самое время. А что за решение? Что? Опасное поведение вопроса. Вас носят по всей дороге, как пьяную корову на мокром льду. Что вы сами? О, да. Тебя мы оштрафуем позже. Нам ещё тормозить невинных граждан. Пока. Надо что-то одно выбрать, видимо. Не дают людей нормально поштрафовать. Господи, город вырастает. Из ниоткуда. Ага, попался бандит. Руки вверх, нахер. К обочине. Притормозите. Не волнуйтесь, мы просто хотим поговорить. Здравствуйте, сэр или мадам. У вас большие проблемы, мистер или мисс? За что? У вас разбита задняя фара. Нет, не разбитых. Надо разбить? На заметку. Имеет смысл останавливать подозреваемых, которые действительно провинились. Хулиганы. То есть, мне ещё надо находить. Как-то выяснить. Обочине. А это не учебная тревога, это война. Здравствуйте, знаете, за что мы вас остановили? Нет. Я думал, вы что? Нет, серьезно, за что? Мы вас ни в чем не обвиняем. Просто ехали мимо, захотели подорваться. Привет. Ну и пока. Пока. Я уже подумал минуту назад о том, что можно кому-нибудь по фаре попробовать выстрелить, а потом сказать, что у вас фара разбита. Примите соболезновую, недорогая фара. Сэм против фары, счёт 1-0. Тормози сюда, тормози сюда, тормози, тормози, тормози всегда. Здравствуйте, знаете, за что мы вас остановили? Нет, за что? Да, за что? У вас разбита задняя фара. Так вы сами её разбили. Это что-то меняет? Какой там штраф за разбитую заднюю фару? Они 10 лет тысяч долларов. Что? Да вы с ума сошли, дайте мне позвонить своему адвокату. Да адвокат посоветовал мне заплатить штраф. А теперь, если вы не против, мне нужно подбить доходы и расходы. Что? 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 Да это был. Да это был. чарли из quantum break у меня теперь сейчас будет слезоточивый газ интересно помнишь нашу старую машину макс я уже изменился мы хотим и башка мы хотим купить одну вещь что на вас смудрите а мы принесли деньги на слезоточивый газ честно хорошо вот и гирин это мед слезоточивый адрес это соковыжималка заряженная луком как работает убери вот а как бы кто не пострадал каком смысле да конечно я в порядке народ все нормально не хочется его будить я только что соковыжималку с луком купил за 10 долларов правильно понял так как его вырубить да ему глаз дадим эй зайка газировка милосердная в свином корыте он еще сама подумал что на таких тревожках можно так быстро бегать ухты ты мне все перегадил сей чем там тусит там что-то есть что если мы попробуем вот так нет другая это не больно ну поплакать придется дай я сам дай я то что произойдет сейчас глазейка ранит нас куда больше чем тебя шучу тебя это ранит больше нашего определенно спокойной ночи глаз это было здорово просто здорово хотя стойте кто посмел помешать мне неплохо гаджеты иди посмотри теперь можно попытаться вывести его из состояния гипноза как верни себе контроль над разумом кажется он тебя не слышит слышит он же без сознания не мертв пустяковая разница победи захватчика в твоих снах верни себе власть что случилось сибилл меня зовут не сибилл а глазейка фух о да ты в порядке как самочувствие головах немножко болит у меня был такой странный сон и в твоем сне был кто-то необычный верно да там был брэди культура он приказывал мне делать то и это ага я знала этот гад загипнотизировал тебя чтобы ты выполнял его чудовищный приказ глазейка что ты помнишь самым последним я помню как записался в приют брэди культуры для бывших юных дарований у него есть личная психушка ух ты я хочу встретиться с этим парнем а где нам найти этот приют для юных дарований это великая тайна никто не должен найти его представь какой будет скандал но мы должны найти его чтобы остановить безумие образно говоря я бы помог но я забыл где он находится но и братья наверняка помню они были со мной я ничего позорного не натворил же в пределах простого экзорцизма о боже я сейчас вот задумался что-то глазейка в глаза кинули лукву лейка заставили его посидеть долго в туалете как третьего звали чисто гипотетически мне сейчас узнать бы чё он там тусит в этом углу что есть можно знойка так вот ну ка с то есть вот тихо 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 спрей ухты баллончик и покраски и даже не пустая магазину левши когда-то здесь был магазин инструментов его держал ли старик левша я скучаю по нём да ты его терпеть не мог ты им один раз 6 глад христовидной отверткой не выколол точно это было и времена есть один вариант кучу у себя в голове но не знаю чем это поможет это можно немного подправить мне придется исправлять не до чего по к эре серьезно убить хотите ты можешь поверить что нам за это платят обожаю эту страну мне все перегадил вот это хорошее телевидение мой зловещий план разрушен собак и кролик проклянул тот день когда перешли мне дорогу декста ну что же мы налюбовались на свою работу вдова еще одну секундочку так и чего мы его не убили сейчас верни себе контроль над разумом получается не знаю победил захватчиков твоих сна вернись к нам малыш тут случилось почему у меня вся одежда мятая он вернулся выходи как курица нет расскажи нам где найти приют брэди культуры для бывших юных дарований этого года надо остановить пока он всех не загипнотизировал приют это дом 227 с чем-то лейка может сказать адрес он у нас водитель а ты нам дорогу не покажешь с ума сошел да мне часами часами это все гладить причем сахнем нам помог смятая одежда и сюда вообще не вливаю за что так жестко тут шерм для буллингов в бушку это же адская боль к клей кого здесь он сытка же три минуты хороший вопрос почему добрый день верни себе контроль над разумом победи захватчиков твоих снах отлично там у тебя талант где я кто бы не волнуйся мы вольная полиция полиция он убирается в кури быстрее взять этого шипучку погоня походу да быстрее хэм он уходит подержи руку дружок что давай все это просто видимо это была плохая идея бля так неудобно да это неудобно пиздец да ну завязывай а и чё я должен как-то успеть еще и выстрелить в него что ли ни хера себе подержи руку дружок подавайте чё это куда попал да куда попал не стреляйте не считая того что мы задержали твой фургон почему мы должны стрелять в тебя а разве что и спортивного интереса конечно просто по телевизору всегда показывают как полиция избивает человека лишь потому что он бывшие юные дарования у нас в мыслях не было обижать бывшие юные дарования мы просто ищем приюль где брати культура держит их а hy Ironman я поставили с твоей скоростью это вообще неважно что мы за минуту kommen не секрет ведь а ты же с холма for former child stars черная дыра что такое черная дыра это звезда раздавлены собственным весом и навеки обреченный излучать темноту я думал сейчас будут шутки про бывшую мистер некрайта сегодня программе лечим искусственное расстройство личности закрыть вообще закрыли переменчивая личность смешная история человека крота здесь написано мы лечим только пациентов с каким-то искусственным расстройством личность видимо она характерна для бывших юных дарований симптомы такие пошли помешательства на деньгах жестокие реакции на укладку волос и подсознательное желание видеть как взрослеют сверстники и не применив ты даже не знаешь что сказал сейчас да не знаю звучит пластичненько или короника что ой да это будет сложно по-любому нервирующий обезьян напоминает мне мою бывшую работу работал обезьяны по сути да так даже чего не там набирают но здесь написано мы лечим только пациентов с каким-то искусственным расстройством личность видимо она характерна для бывших юных дарований симптомы такие посмотрим помешательства на деньгах жестокие реакции на укладку волос и подсознательное желание видеть как взрослеют взросле сверстники ну ничего идем к психотерапевту я так понимаю куда едем там домой давай тратить драгоценное время как то есть без цели обратно в офис как тут сохранится сохранить